И мы возвращаемся к теме Рождества. В праздники православные Баку заполняют немногочисленные церкви города. Многие из них отреставрированы местными энтузиастами. Нигер Золина побывала в мастерской иконописца. Инна Баширова говорит, в церковь ее привела судьба. А перед Рождеством у Инны появляется еще больше дел. К ней обращаются за праздничными сувенирами ручной работы. Расписные яйца – визитная карточка Инны Башировой. Именно их чаще всего заказывают в подарок. В ход идут не только куриные. Используются и искусственные, вырезанные из дерева и пластмассовые. Но больше всего художница любит работать со струйсинными яйцами. Мне больше нравится, конечно, работать на большой плоскости, на большой площади. Потому что здесь уже размах для фантазии, можно сказать, больше, чем на маленьком яйце. Хотя вот это золотое яичко тоже очень даже приятно смотрится. Все яйца внутри полы. Перед началом работы их тщательно очищают от внутренностей и сушат. Они становятся легкие, к тому же, и долговечные. Они уже не портятся и достаточно крепкие, для того, чтобы можно было их куда-то переносить. Заказы начинают поступать с сентября. В этом году в моде азербайджанские миниатюры. К ним и Инны – особая любовь. Это очень трудная работа. Азербайджанская миниатюра занимает огромный пласт в мировой культуре. Это очень кропотливая, ювелирная, можно сказать, работа. Роспись яйца может занять день, а может и месяц. Все зависит от вдохновения и сложности рисунка. Но это не главная часть ее работы. Восстановление старых икон не только вдыхает в них жизнь, но и нередко приносит удивительные открытия. Самой серьезной и сложной работой Инна называет реставрацию старинного распятия Иисуса Христа. Мне пришлось его буквально заново шпаклевать, буквально шкурить, шпаклевать, расписывать, отковыривать все наслоения, которые произошли за много лет. И я его буквально возродила в том виде, в каком оно существовало, наверное, много-много лет назад. Это было открытие не только для меня, а для всех прихожан и даже для священнослужителей этого храма. В рождественский сочельник вечером в церквях начнутся службы. Зажгут свечи, зазвучат молитвы и будут звонить колоколам.